здорово нашел очень такой гениальный вопрос даже не вопрос это скорее какая-то история такая вопрошающая да что ж делать-то господи где же выход вот и по большому счету это история некой коллективной безответственности очень слушай интересно 43 года обычный нормальный женат был 8 лет в разводе 3 года развод отболел в городе 600 тысяч населения как отболел решил зазнакомиться женщина нужна хоть какая-то нормальная для всего это вообще правильное решение то есть ну начало хорошее женщина нужно да и мужчины здесь совершенно правильно рассуждать что раз нужна женщина нужно знакомиться нужно ее искать неважно в интернете в живую где там еще не знаю их ищут где же их ищут на улице в спортивном клубе ну то есть где угодно ключевое нужна женщина нужно непосредственно решать вопрос с поиском отбором мы себе женщины в отличие от многих и все больше и большего количества мужчин молодых особенно которые общество сильно слабеет на дебиливается реально ну человечество идет в сторону дебилизма не без помощи как говорится здесь это не будем обсуждать то есть мужчины когда им нужна женщина они прибегают к воздержанию какому-то там не знаю игнору давайте будем развиваться то есть как бы выбирает какие-то такие косвенные пути потому что прямой путь для них дискомфортен хотя настолько дискомфортно чтобы можно было не стерпеть типа давай я буду воздерживаться и вот когда я три месяца не буду мастурбировать или там полгода ну на полгода вряд ли вас хватит конечно вот тогда женщины почувствует мою энергию и будут на меня накидываться до факт или например там я сейчас буду развиваться вот через полгода конечно же я стану или через год мультимиллиардером обязательно вот и тогда но у меня будет крутая тачка пресс там мышцы бицепсы куча денег вот тогда женщины тоже сами на меня накинутся ну и так далее ну и там здесь мужчина выбирает нормальную адекватную стратегию это решил зазнакомиться правильно все круто устроит и мороженого поесть велосипед на велосипеде покататься не обязательно в койку на не обязательно чистой любовь но здесь ты уже лукавишь потому что как бы нечего стесняться того что мужчине нужен секс нормальная потребность любого человека независимости от пола то есть какая разница но хочется тебе секса и супер вернулся в мир где есть свободные дамы понятно им моим не 25 пусть 35 38 пусть 40 здесь ты во-первых себя очень сильно недооцениваешь дружище я сейчас рассказываю эту историю понимаешь она подойдет к любому практически из вас и ограничиваешь себя просто с чего ты решил что двадцатилетние или двадцати пятилетние тебя на тебя не клюнут то есть здесь однозначно надо лечить самооценку здесь надо включать себе активный сильный мужской ген то есть ну что с этим делать и желательно с чьей-то помощью с профессиональной частности я сейчас прям вот так вот намекаю намекаю я собственно говоря на тренинг практика юбилейный нам пять лет практике пять лет это самое мощное крутое событие которое может случиться в твоей жизни это то что за четыре дня решит все твои вопросы женщинами кем бы то ни было сколько бы тени было лет она состоится с 24 по 27 августа здесь внизу есть ссылка для того чтобы заранее забронировал себе место по более выгодной цене также есть рассрочка и много чего еще то есть ключевое есть решение которое мы вместе с тобой вот так вот сделаем и все будет четко дальше значит когда мужчина думает что 20-летний 25-летний если тебе 40 лет 45 ты нормальный мужик один адекватный не долбоеб как бы дату в первую очередь вот что самое важное то ты вполне можешь рассчитывать на девушек 25 лет прям сто процентов пишет нет ни одной вот тут ты прав на самом деле да в кавычках выяснил вот что в первое в т.ц. люди не знакомятся был там раз сто а раз триста работал в т.ц. не видел не видел чего как люди знакомиться прям по т.ц. бегают друг с другом знакомиться или не видел красивых женщин красивых женщин в торговых центрах навалом второе на фитнесе за три года случаев знакомств не видел не видел может потому что люди в основном ходят там фитнесом заниматься и как все-таки в случае в знакомства не видел да да мы крутят педали с пресными лицами а что вот когда мне такое говорят я думаю что должно быть с дамами то есть у нее здесь должно быть как у автобуса как вот здесь от бегемот да вот так вот бегущая строка такая трахните меня уже я хочу познакомиться но возмущение у меня такое только по двум причинам я эту человека понимаю с одной стороны потому женщины ну действительно они охерели короче они начали просто перемещаться по улицам с очень павстными очень неприступными лицами и чем павстнее чем неприступнее тем она считает что она круче вот это брезгливое лицо то есть да у меня кстати в мою бытность пикапером когда был пикапером было много таких случаев ну немало точно когда допустим я иду по торговому центру вижу девушку которая не совсем в моем вкусе но все абсолютно мужики они прямо оборачиваются я думаю раз все у меня был такой принцип надо пойти доказать себе что вам хер вы слабые я пойду сделаю и я иду подхожу к ней знакомлюсь с него очень неприступное лицо и откуда здравствуйте и в итоге выясняется момент разговора на гости слушайте так здорово и классно что вы ко мне подошли вот никто со мной не знакомится так ты лицо свое видела ты сделал какие-то встречные шаги но с этим на это повлиять мы вряд ли там мы с тобой точно вряд ли вот на это повлиять сможем второе что меня возмущает здесь мужчина абсолютно не понимая элементарных законов женской психологии что женщине там важно не показаться легко доступны там набить себе цену было вот это все о чем я миллиард лет уже рассказывал то есть мужчина сетует и возмущает что вот как женщины так охренели но они не будут ходить с такими вот лицами да добрый вечер место брэд нас иyalма там не видел есть и она там была милая не федерация пирси и он там не работает широкую очередь что вот каждый шаг на может быть там добрый вечер не китай на китай на северное состояние это 40 лет а это трансформулируем и все эти шаги это правильно gagaod а это вот здесь выдачная карту на показаться как вы думаете и график им здесь тут не доходи иначе лицам и гидрохи и фильм в этом году в час пирси и да ты чтобы такую чуть-чутьuting но ведь как раз так вот такая правда у нас еще больше нет не менее его внутренние какие-то. Это очень важно понимать. И очень позорно и неэффективно, самое главное, для себя, когда мужчина не знает, как устроена женская психология, потому что тогда мужчина просто обречен. Третье. На улице никто никому не подходит. Как жить-то? Почему? Потому что эти мужчины думают то же самое, что и ты. Они думают, что за херня, почему у всех такие лица и так далее. Сайты знакомств. Парад уродов. Кредкая и нормальная очередь, как в Мавзолее. Был 162 и 215. Пятое. Кафе посетил около 400 раз. Пьют, едят, уходят. Как будто в кафе обычно что-то другое должны делать. В очереди никто не улыбается, кроме неформалки с кольцом в носу. Табу, похоже, никто и ни с кем. Шестое. На выставках либо ценители прекрасного 65+, либо парочки. Это абсолютный пиздеж тоже, потому что на выставки приходит очень много молодых интересных девушек, которые приходят туда в одного. Я сто процентов могу так сказать. В кино едят попкорн, уходят. Странно, да, что должны делать в кино еще. На работе никого нет. В общем, ощущение, что в обществе эта функция уже реализована. Все, кому было нужно, они уже познакомились 15 лет назад. А я выскочил из брака в пустом поле. Хотя был знакомый, приезжал к нам поработать, утверждал, что тут у вас баб столько, что он устанет. Знаю, не теоретик. Я за стенкой жил, но как будто другая реальность. То есть, грубо говоря, в чем прикол? То есть, получается как? Смотри, видишь, в одном и том же городе, неважно, там 600 тысяч, там миллион 600 тысяч, есть человек, который утверждает, что у вас здесь очень много девушек устанет, и знакомиться устанешь. И есть ты, ну или кто-то, может быть, ты сейчас смотришь это, который думает, что никто вокруг не знакомится, какая-то херня. То есть, вот в такой момент первое, что должно показаться мужчине, а не кажется ли, что где-то вот наёбывает. Причем, кто кого, это сам этот мужчина, самого себя. Не исключено, что ты сейчас узнаешь там себя, и, может быть, какого-то из своих друзей. Причем, я даже больше скажу, когда этот мужчина 15 лет назад искал себе жену, все было точно так же, может быть, чуть получше. Сейчас это все ухудшилось в плане, что женщины стали еще более такие, но как 15 лет назад они вот так вот с голыми сиськами и не бегали по улице. То есть, такого точно не было. И получается такой момент, что для одного, чтобы познакомиться с женщинами, найти себе женщину, неважно, для секса, для семьи. То есть, необходимо просто наличие женщин, коих дохренищей везде. А для другого нужно, чтобы они, видите ли, улыбались, ходили с транспарантом, там, эй, трахни меня, я готова и так далее. То есть, такого не будет. Это протест против природы, к сожалению или к счастью. Вот это данность. Понимаешь? И это так называемая коллективная безответственность, когда мужчина пытается сложить в себя ответственность, оперевшись на то, что, ну, смотрите, никто же не знакомится. Если бы я видел кучу красивых женщин и понимал, что никто не знакомится с ними, да это для меня был бы подарок судьбы. Потому что я понимаю, что все это поле с ягодами, не знаю, как это назвать, оно достанется мне персонально. И я даже в чем-то, кстати, немного благодарен геям, потому что благодаря им, родимым, женщин для нормальных мужиков, для традиционной ориентации, становится все больше и больше. И поэтому, ребята, если никто не знакомится вокруг, будьте первыми. Да и не надо это делать ради самого знакомства. Нужно просто сделать это для себя. Ребят, вам нужен секс, вам нужны отношения, вам нужна любовь, вам нужна семья и так далее. Перестаньте вы себя наебывать вот этим всем, что, ну, никто не знакомится, и я не буду. Или успокаивать всякими воздержаниями, прочей херней. Не будет никакого толку от этого всего. Толк будет только, если вы пойдете найдете себе женщину. Хочешь заработать денег, отрываешь жопу от дивана, иди работай. Молиться там, мантры на успех, это все полная хуя. Это может вспомогательным быть каким-то образом, оказать влияние, но никак не основным. Хочу похудеть, вот сейчас кто-то напишет опять, Шамшурин там, отъелся, что-то еще. Жена, кстати, хорошо кормит. И да, у меня нет кольца. Пиздец. Наверное, я развелся. Так вот, хочу похудеть, иду худею, иду в спортзал. Не надо придумывать себе обходные пути. Ребят, чем раньше вы поймете, что нужно идти на пролом, тем больше шансов, что вы свою жизнь не профокапите. Для этого я готов вам помочь. Значит, с 24 по 27 будет юбилейный тренинг-практика. Нам 5 лет. Огромное количество мужчин уже за эти 5 лет прошло. Около 1000 человек прошло через наш тренинг. Только тренинг-практика. Представляете, как хорошо. И они стали намного счастливей. Ссылка здесь, под видео. Пока.